Добрый день. Добрый день. Гражданин получил благоустроенное жилое помещение. Бывают вопросы поступают, что почему не расселяете 2012 год, что якобы информация поступает, что 2012 год закрыли. Но повторяюсь, что это указ президента распространял свои действия только в отношении тех домов, которые были признаны аварийными по 2011 год включительно. А сегодня у нас сколько домов считаются аварийными? Какие-то цифры есть? Цифра есть. Значит, эта цифра, она не статична, она динамична, она меняется, можно сказать, каждую неделю. Часть домов из этого числа расселяется и сносится. Дополнительные дома признаются аварийными. За 2017 год, как показано на графике, у нас в городе Ноябрьск было признано 103 таких дома ветхими аварийными. Какими темпами можно охарактеризовать, так скажем, переселение граждан из-за аварийного жилья у нас? Как активно получают люди новые квартиры, квадратные? Значит, программа по переселению, она состояла из, в первую очередь, из достигнутого соглашения между муниципальным образованием город Ноябрьск и некоммерческой организацией фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках этого соглашения строят дома для переселения граждан в фонд. И в дальнейшем, после ввода в эксплуатацию, регистрации права собственности, эти дома с жилыми помещениями передаются в собственность муниципального образования. И только после того, как муниципалитет вступает в права собственности, он уже распоряжается этими жилыми помещениями. Значит, за период 2012-2017 год было предоставлено порядка 3,5 тысяч семей благоустроенных жилых помещений. Это более чем 10 тысяч человек. За период действия данной программы получили благоустроенные жилые помещения в городе Ноябрьск. Значит, в первую очередь это было связано с вводом в эксплуатацию так называемого 8-го микрорайона, где собственность муниципального образования пик передачи этих квартир пришелся на 2014-2015 годы. Вот, трудности были с заселением данного фонда, так как каждый день простое данных жилых помещений нес бремя содержания. В первую очередь за предоставляемые коммунальные услуги. Эта цифра, конечно, была колоссальная, порядка 60 миллионов в год. Мы за 15-16 год платили за содержание этих квартир. Откуда такое бремя, если микрорайон построен? Почему не заселить людей сразу? Да, но это трудовые ресурсы и временные ресурсы, необходимые для того, чтобы заселить граждан данные жилые помещения. Так как объем этих жилых помещений упал прям на муниципалитет разово, более полторы тысячи в год жилых помещений, необходимо было оформить со всеми документы. Каждая семья, которая проживала в аварийном жилищном фонде, это свои нюансы, свои аспекты, так скажем. И одной из главных проблем, которая была связана с заселением, это отсутствие документов, подтверждающих право пользования жилыми помещениями. Значит, есть такой нюанс, что не все люди сознательно относятся к вопросам, в первую очередь по правам на жилые помещения, и оставляют этот вопрос на долгий ящик, так скажем. Я так правильно понимаю, люди просто живут на неких квадратных метрах без оснований? Были такие факты, а были и факты, когда, например, есть решение суда о подтверждении факта проживания по данному адресу. Но данное решение суда не подтверждает на каких правах. Значит, если возвращаться в историческое прошлое, чтобы понять, как, собственно, люди там оказались. Когда было состояние с севера, все поселки строились у нас как временными. И были градообразующие предприятия, которые работали в сферах нефтегаза в отрасли, либо связанные с содержанием железнодорожных путей. И строились временные жилые помещения, и предоставлялись они своим сотрудникам, работникам. Вот. И чтобы определить, на каких правах проживает сегодня человек, нужно вернуться, на каких правах предоставлялось данное жилое помещение. Вот. В первую очередь это ордера, либо решения были, либо решения суда были о подтверждении каких-то прав на данное жилое помещение. Вот. И когда мы начали работу уже непосредственно с каждой семьей по переселению, были много вопросов, связанных, на каких правах переселять. Либо это собственник, либо это наниматель по договору социального найма, а может быть это гражданин, который не имел права на переселение, так как данные жилые помещения предоставлялись им по договорам на период работы в данных организациях. Вот. И поэтому отсутствие данных договоров о наличии всего лишь каких-нибудь корешков, ордеров, не всегда подтверждало их право на переселение. И люди не обращали внимания, какие надписи и подписи были в данных ордерах. И зачастую в данных ордерах было написано на период трудовых отношений. Это вот нюанс, конечно, он нас затягивал с заселением данной жилой помещения. И мы уходили с гражданами в суды. То есть всем гражданам, конечно, рекомендовалось признать право пользования жилым помещением на условиях социального найма в суде. Если суд принимал такое решение, то были осуществлены все мероприятия, связанные с переселением из ветхого жилья. В случае, если суд не признавал право пользования жилым помещением на условиях социального найма либо на праве собственности, то в данном случае, конечно, гражданин не имел права на переселение, так как это было временное жилое помещение на период трудовых отношений. Ну, то есть, по сути, из-за собственной, так скажем, невнимательности, халатности спустя много лет человек не мог претендовать ни на что. Да, и это оттягивало вопрос по переселению. А вы говорите в прошедшем времени. Вопрос, то есть, этот уже решился. Таких у нас семей больше нет, которые... Так как программа у нас была связана с переселением домов, признанными таковыми по 2011 год включительно, мы закрыли 2011 год. Но на сегодняшний день, конечно, это вопрос также актуальный. Не все граждане имеют на руках документы, подтверждающие право пользования жилыми помещениями. И мы сейчас проводим полную инвентаризацию всех жилых помещений уже второй год. Значит, почему это настолько длительное время затрагивает? Это, во-первых, мы провели сферку с органами, которые осуществляют регистрацию права собственности. В реестре муниципального имущества на сегодняшний день числятся порядка 7,5 тысяч жилых помещений. За 2017 год мы исключили из реестра 3 тысячи жилых помещений, которые были переданы гражданам в соответствии с договором о передаче жилых помещений на условиях приватизации. Но сферку мы сделали только в отношении тех сделок, которые были совершены после вступления в силу 122-го федерального закона о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. Но он вступил в силу только в 1999 году. А органы, которые осуществляют данный регистрационный учет, они у нас образовались в 2000-х годах в городе Ноябрьск. А приватизация сама существует с 1991 года, когда вообще появилось такое понятие, как муниципальное имущество. То есть еще лет 10 работали. А с 90-х годов данную функцию осуществляли органы технической инвентаризации, так называемые БТИ. И на сегодняшний день мы, если с органами регистрации сверку сделали, то с 90-х годов по 2000-х год у нас еще остается коридор. Это связано с тем, что услуга, которую предоставляют органы технической инвентаризации, она платная. Если заказать все справки, то это вылится в круглую сумму. Поэтому мы сейчас проводим инвентаризацию по всем договорам, которые мы заключили вплоть до 1991 года. Может ли эту работу как-то упростить вам и в первую очередь себе, люди, которые проживают в аварийном жиле, у которых есть некие сомнения, на каком, собственно, праве они там находятся? Если, как вы говорите, корешок есть, он же совершенно не подтверждает права обладания. На каких условиях, совершенно верно. Значит, в первую очередь мы сейчас после сверки направили в отношение всех жилых помещений, в адрес нахождения жилых помещений, сведения о необходимости обратиться в департамент имущественных отношений для заключения договора социального найма. В том случае, если у гражданина имеются документы, подтверждающие право собственности, которые он зарегистрировал в БТИ до 2000 года, просто необходимо об этом сообщить либо по телефону, либо прийти и сказать, что у него эта квартира находится на праве собственности. Тогда мы эту квартиру просто исключаем. Если отсутствует, то, конечно, гражданин в первую очередь должен понять, что к вопросу собственности нужно отнестись сознательно, потому что это фундамент жизни каждого гражданина в нашей жизни. И посмотреть, какие документы у него есть на жилое помещение. В случае, если он не является собственником, то он должен посмотреть, какие документы ему предоставились на момент предоставления. Это может быть либо ордер о вселении, либо решение органов местного самоуправления о предоставлении жилого помещения. Либо это может быть решение суда. И предоставить эти документы в департаменте имущественных отношений. Дальше мы посмотрим на предмет права пользования жилым помещением. В каких условиях он может заключить на сегодняшний день. И только в том случае, если он не согласен, то мы, конечно, будем направлять данного гражданина в суд, для того, чтобы он свои интересы и свои права отстоял в законном порядке. – Говоря о расселении аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года, января же, не ошибаюсь, до 1 января 2012 года, какое количество семей удалось расселить за это время? – За период действия программы, этого соглашения с фондом, более 3,5 тысяч семей получили благоустроенные жилые помещения. Это более чем 10 тысяч человек. – И сколько домов сейчас у нас? В самом начале мы эту цифру озвучивали. – На сегодняшний день это порядка 600 домов. – На что могут претендовать? – И плюс еще 140 домов, которые мы уже расселили. – По итогам прошлого года? – На что могут претендовать семьи, проживающие в аварийном жилье, если они собственники помещения? – Если они собственники, значит, законом вообще предусмотрено, что обязанность у органов местного самоуправления лежит перед собственниками жилых помещений в аварийном жилищном фонде только по предоставлению компенсационной стоимости. То есть когда вопрос ставится таким образом, что обязаны предоставить квартиру, будучи собственником, обязанностей такой нет. Но там также сказано, что в случае достигнутого соглашения возможно заключить договор Мены, в рамках которого собственник жилого помещения передает собственность муниципальному образованию аварийное жилое помещение, а взамен ему предоставляется благоустроенное жилое помещение. И в рамках этого договора Мены необходимо оплатить стоимость разницы. Но эта стоимость разницы формируется не по количеству квадратов, а стоимость жилого помещения аварийного включается в стоимость благоустроенного жилого помещения. Эта стоимость она как? Она рыночная оценка происходит или каким образом формируется? Значит, мы заказываем стоимость рыночную на благоустроенное жилое помещение, а собственник заказывает оценку на свое жилое помещение. Но эта оценка также в соответствии с законами экономики варьируется, исходя из наличия на рынке предложения и спроса. То есть если в прошлом году за 2017 год стоимость аварийного жилого помещения, средняя стоимость, к примеру, двухкомнатной квартиры в Бамовском доме, там стоимость квадратного метра проходила до 43-44 тысяч за квадратный метр, то в этом году эта цифра порядка 30-32 тысяч за квадратный метр. То есть цена за первый квартал 2018 года по сравнению с 2017 годом она меньше. Поэтому если сравнивать выкупную стоимость полностью за квартиру, то в этом году она будет меньше. А есть такие семьи, которые вот прям сидели и ждали, чтобы я не буду забирать компенсацию, я подожду, когда стоимость подрастет? Да, это тоже один из факторов, который также влияет на динамику заселения в квартиру, потому что, повторюсь, обязанность по предоставлению есть только нанимателем по договорам социального найма. То есть там меняется площадь срога на площадь, плюс погрешность там до 10 квадратных метров. В случае, если гражданин стоит в очереди на получение жилого помещения как категория малоимущий, то там, исходя из состава семьи. Но с собственником здесь вот как раз-таки нюанс при достигнутом соглашении. Соглашение — это когда обе стороны приходят к какому-то консенсусу. Поэтому собственник на сегодняшний день может написать заявление о предоставлении квартиры, о согласии, например, на двухкомнатную квартиру. Завтра никто его не может ограничить в том, что он может переписать и пересмотреть на однокомнатную без доплаты. Потом можно будет пересмотреть на получение компенсационной стоимости. Получается, что эта цифра по необходимым квадратным метрам, которые необходимо построить, она тоже плавает. И по необходимости, по компенсационной стоимости. Но вообще в целом, если говорить про 2012 год, у нас там осталось 55 домов, которые еще не переселены. И общая потребность на компенсационную стоимость тем собственникам, которые написали заявление о получении, она составляет порядка 300 миллионов рублей. То есть сумма колоссальная. Если сравнивать в этом году, у нас в бюджете предусмотрено только порядка 18 миллионов собственникам на получение компенсационной стоимости. Мы говорили о собственниках. А в случае, когда соцнайм помещений? Если социальный найм, то здесь у органов местного управления возникает обязанность. Именно обязанность по предоставлению благоустроенного жилого помещения. То есть не ухудшающая их сегодняшнее положение. То есть не менее площади, которую они занимают. Но с погрешностью до 10 квадратных метров. Так как также жизнь не стоит на месте, меняются санитарные нормы и правила, технические регламенты меняются. И меняется вообще конфигурация домов, проектов. Поэтому нельзя сравнивать киевские дома уже с проектами, которые на сегодняшний день реализуются. И по своим характеристикам. Поэтому эта погрешность, она, конечно, существует. Но в том случае, если семья стоит, либо граждане стоит на очереди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий по договорам социального найма по категории малоимущие, то здесь идет норматив уже на каждого члена семьи по 16 квадратных метров на человека. Вы говорите о том, что у нас еще 55 домов или семей? Домов за 2011 год еще не расселены. Но при этом есть дома, которые были признаны позже аварийными и уже расселяются квартиры. Как это происходит? По какому принципу тогда формируется, собственно, очередь на переселение? Да, много очень вопросов поступает. Почему нас не переселяют, а переселяют уже 2013 год? Ну, если взять проект любого дома, то они не однотипные, и конфигурация домов, она разная. То есть, как правило, если мы берем подъезд, то в каждом подъезде есть однокомнатная, двухкомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная квартира. И получается, что если в 2012 году гражданин претендует на однокомнатную квартиру, а сейчас, на сегодняшний день остались, к примеру, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, то мы не будем ждать с заселением этих квартир, пока не получит этот гражданин свою однокомнатную квартиру. И поэтому идут уже по очереди те, которые претендуют на эти двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. И поэтому у нас расстеление идет не очередностью один за одним, а комплексно. То есть по однокомнатным квартирам, по двухкомнатным квартирам и по трехкомнатным. А так как эти граждане, у них разный период вступления признания аварийности, то, естественно, эти годы не так же варьируются. То есть мы можем расстелять 2013 год, 2014 год, но 2012 год будет стоять на месте, к примеру, так как однокомнатных квартир сейчас наличия нет, а есть трехкомнатные квартиры. Но по практике скажу, что трехкомнатные квартиры, они не особо пользуются спросом у собственников, так как чем больше квадратуры, тем больше доплата идет за квадратные метры. Поэтому в первую очередь заселялись те собственники, которые стояли в очереди как нуждающиеся. И трехкомнатные квартиры предоставлялись им уже по договору социального найма, исходя из потребности на каждого человека, на каждого очередной семьи. Восьмой микрорайон уже практически полностью, мне кажется, уже заселен. Куда сейчас переезжают семьи, чьи дома признаны аварийными? За период декабря-январь месяц от фонда собственности муниципального образования было передано порядка 200 жилых помещений, которые располагаются на микрорайоне Абалоне. На январь месяц мы предоставили 22 квартиры, на сегодняшний день это порядка уже 160. На выходных буквально за этот месяц мы обзвонили всех претендентов, все, кто дал согласие, они пришли, написали заявление, и с ними сейчас заключаются договоры мены с собственниками. И на перспективу мы сейчас подписываем уже проект договора, по которому передается дополнительный счет 98 квартир в микрорайоне Абалоне. После регистрации права собственности мы будем проводить оценку на эти жилые помещения, и после оценки также будем предлагать собственникам для заключения договоров мены. Вот так общую цифру пытаюсь из этого... 298. В общем почти 300 семей, семей получается? Семей, квартир. Смогут улучшить свои условия. Но при этом количество домов аварийных не снижается, в прошлом году вот больше сотни признаны, и наверняка в этом у нас количество тоже будет, ну приблизительно на одном уровне, если вспомнить график, который мы представляли вначале. Куда эти люди будут переезжать? Все, Абалонь же не резиновая. Совершенно верно, да, жизнь не стоит на месте, поменяется, двигается. Предусмотрено ли строительство, может, каких-то новых многоквартирных домов? За 2016 год, если сравнивать объемы по сносу домов и динамику домов, мы по этому показателю, конечно, превысили все ожидаемые результаты благодаря и депутатам, которые подтвердили необходимость в отделение дополнительных денежных средств на снос и освободили очень много земельных участков у нас в городе после расселения данных домов. Если сравнивать динамику, то за 2017 год мы снесли 154 дома по факту вместо 121 дома по сравнению с 2016 годом. Это сравнение в количестве домов. А если сравнивать объемы, которые были снесены по квадратным метрам, то эта цифра превысила в 5 раз показатель 2016 года. Было снесено более 70 тысяч квадратных метров. В первую очередь мы сносили те дома, которые находились в поселках для того, чтобы сформировать там земельные участки под предоставление многодетным семьям, под строительство индивидуальных домов. А уже в летний период перешли на центральные улицы города. И по итогам этих сноса домов мы сформировали земельные участки и уже 16 участков предоставили фонду на бесторговом случае для дальнейшего строительства домов от переселения по этой же программе. 16 участков и они располагаются у нас в микрорайоне по улице Изыскателей, в районе улицы Дружбы, Новоселов и по улице Республики и на магистральной. Можно предположить, что следующий еще через год будет таким же пиком, как 14-15 в городе по переселению? Когда по плану должны начаться строительные работы? Предварительно по итогам, которые мы проводили с застройщиками, у них плановый период строительства это год и 9 месяцев. То есть мы ожидаем, что начало строительства будет уже осуществлено в июне текущего года. То есть все для этого уже подготовлено, оформлено, земельные участки предоставлены. То есть мы сейчас ждем уже действий уже со стороны подрядных организаций. Год 9 месяцев, то есть мы планируем под конец 2019 года уже какие-то ясности по фактическому заселению и предоставлению жилых помещений. Когда передаются участки фонду под строительство домов, оговариваются какие-то условия? Какие конкретно квартиры нужны? Какая планировка должна быть? Какие-то с фондом. Общая потребность у нас на сегодняшний день составляет более 250 тысяч квадратных метров. Цифра, конечно, колоссальная. Это затрагивает все дома, которые признаны аварийными с 2012 года по 1 ноября 2018 года. Из них порядка 160 тысяч квадратных метров это потребность также по июль 2014 года. Вот. И эту потребность мы обсуждаем не только по суммарному выражению, но и согласовываем также и по количеству квартир, по типам квартир. То есть у нас острая нехватка однокомнатных квартир и квартир студийного типа. Вот поэтому потребность мы всегда согласовываем с фондом по проектам домов, которые будут строиться. Можно сказать, что если все-таки строительство завершится как раз теми квадратами, на которые рассчитывали, по тем планировкам, что рассчитывали, что как раз вот этого диссонанса в распределении площадей по признанию ему аварийности, там, 12-й, 12-й, 13-й, 14-й пойдет по порядку. Так случится? По порядку в любом случае она пойдет, только в отношении однотипности квартир. То есть если это... Потребности будут как раз... То есть если квартира однокомнатная, то он на однокомнатную квартиру. Если гражданин претендует на двухкомнатную, то он вправе двухкомнатную получить за доплату. Темпы сноса жилья, мне кажется, не заметил только слепой в городе в минувшем летом 2017 года. И знаете, в завершении разговора просто хотелось бы пожелать, чтобы ваша работа была столь же активной и, собственно, видна всегда. Спасибо вам большое. Спасибо большое вам. А я напомню, наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить с телефон редакции 49 99 40.